Всем привет! Меня зовут Саша Спилберг. Я самая просматриваемая девушка на русском YouTube. Приглашаю вас на большую бесплатную бизнес-конференцию 7 апреля в Олимпийском. На мероприятии также будет много других интересных спикеров, яркие личности, создателей брендов. Я расскажу о том, как завоевать YouTube и раскрою проверенные опытом секреты продвижения. Важная заметка – входное мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Но для всех желающих будет организована прямая трансляция на сайте amocon.ru. До встречи в Олимпийском! Будем ли мы работать в выходные? Она не хочет. Ура! Ура! Она не отвечает! Как раз ты подошла, смотри. Тут произошла такая удивительная штука. А Саша Спилберг разместили интересную, не знаю, статейку в группе ВКонтакте на 400 тысяч человек. Это не Саша, не мы не пытались как-то продвинуть это. Соответственно, это просто какие-то люди услышали о нашей конференции и разместили вот пост. Ребят, я когда сейчас проходила, увидела у вас в экране Оливера Фьюза, да, картинка? Вы чем-то таким занимаетесь, связанно со спикерами? Да, отправляем рассылку. Вернее, верстаем пока еще. Вы ставите рассылку с чем? С Оливером. Что, мол, у нас будет новый спикер, посмотрите, да? Да. А я думала, уже есть такая, нет? Ну, пока еще нет. Сегодня будет. Но это только первый пока. А, это только первый. То есть об остальных еще даже никто не знает? Ну, кто на лендинге видел, знает, конечно. Рад, что ты знаешь, с какой периодичностью будут вот эти рассылки, которые будут рассказывать о спикерах. В красной неделе планируем провести первый завтрак. Как раз расскажем всем подписчикам, которые не успели посмотреть, посмотрят в Оливера Фьюза. И далее у нас также запланированы съемки с остальными спикерами. Сколько, получается, рассылок будет таких со спикерами? Минимум пять. Может быть, чуть больше. Ну, соответственно, чаще раз в неделю, да? Да. В какой-то момент будет чуть чаще, чем раз в неделю. Но минимум один раз в неделю. Это просто видео, который объясняет, как диджитал пиплайн работает. Ты спешишь, чтобы переводить это все? Ну, это уже переводится. Я просто выбираю и поставлю это в более натуральный способ. Какие люди вообще говорят в самом деле. Я исключаю за мои ошибки. Он имеет большие ошибки? Это не реально ошибки в граммаре или что-то такое. Это в основном ошибки в том, что... Он не национальный спикер. Да, он не знает, что он не знает, что мы используем в каждом жизни. Так, Jackie, какие ошибки чаще в русском языке используются в английском языке? Не ошибки в граммаре, но они говорят что-то, что не звучит очень натурально и что-то нужно корректировать все время. Возможно, это просто структура. Я думаю, что иногда мы думаем так разно. Я пытаюсь подумать о хорошем примере. Может быть, с листочками. Русские любят листочки. И они просто пишут листочки в листочках. Таким образом, это такая коррекция. Где у нас есть... Я не знаю. Это имеет вот такой функционер, который имеет вот такой функционер. Да, мы любим все, чтобы быть структурованным. Да, и это, может быть, просто моя впечатление, но мне кажется, что американские более литеральные. Поэтому, многие люди приходят к мне и корректировать их листочки, и я их спросил, что это означает. И они смотрят на этот текст в русском языке, и даже не понимают, что это означает. Потому что, я думаю, что ты более комфортен с инсерктуем, чем мы. Мы хотим узнать, какой нюанс этот пронюанс это приводит к, или что-то такое. А? Ладно. И внизу так же. Бомб, появляются такие заглушечки, они там переливаются, бумс открылись. Без этих. Ну, внизу, конечно, по-моему, это странно смотрится. Ты же просто скроешь, у тебя так чуть-чуть автоматически выезжает лоутер. Появляются 3-4 заглушечки, и потом бомб, они превращаются. Внизу лоутер. Комментарии Миши, впечатления вообще? Да ничего, нормально. Работаем дальше. Все так плохо, да? Все нормально. Не, понятно, что сейчас будет очень много работы, очень много комментариев. Мы будем очень много проделать. Это обычная история. Мы сейчас будем интерфейсы вылизывать просто от победного. Сейчас остаются 3 основные задачи, вот ключевые. Это инфопартнеры, вузы и Яндекс.Радио. Мы, соответственно, хотим на вузы 2-х человек выделить. Один будет, например, условно заниматься только сугубо полиграфией, печать, афиши. Второй будет заниматься только пабликами. Плюс 2-х человек нам нужно посадить на инфопартнеров. Нам нужно понять, что там Даша вообще, как бы она готова, не готова. Ну, там, в принципе, им всем сейчас работы хватит на эту неделю. Понятное дело, может быть, кто-то из них будет как поможет. Ну, любому, любому. Ну, мне кажется, скорее, либо эта девочка, либо вот этот Сергей. На HeadHunter, наверное, только завтра деньги придут, чтобы еще одну новую эту вакансию. Ну, видишь, как вообще с моего факультета мне прям пришло. Это все из рекламы. Я не знаю, как. Мы сейчас ведем активный набор стажеров в помощь к нам на конференцию. Из престижных вузов берем. Людей, которые, ну, в принципе, еще имеют пока что мало опыта, но имеют большое желание, чтобы как-то развиваться в сфере маркетинга, пиара, ивента. И вот сейчас как раз-таки мы обсуждали кандидатуру тех, кто к нам уже пришел, и задачи, какие мы можем доверить этим людям. И, как Миша уже говорил, что у нас, ну, вообще Амаконф такая, как кузница кадров. То есть, соответственно, никому ничего не гарантируем. Но есть высокая вероятность, что те люди, которые хорошо себя сейчас проявят на период даже стажировки, потом, соответственно, останутся и пойдут дальше развиваться в какой-то из отделов. Субтитры создавал DimaTorzok С этого подстанет, вершинолетних придет в Олимпийский теперь. А правильный ответ ноль. А правильный ответ вы узнаете на наших книгах. А правильный ответ вы узнаете в суде.